После этого он служил около десятка лет в международном трибунале, в юридическом трибунале в Гаге и стал в возрасте 75 лет президентом Гагского международного трибунала. Ушел только в восемьдесят лет. И вот эта выдающаяся личность. Потом он переселился в Лондоне, 10 лет прожил. Живя в Лондоне, он издал... Что он сделал? Он перевел с арабского языка на английский язык священный Коран. То есть арабский и английский, его не родные языки. У него родной язык, значит, пенжамский и урду. И перевел, и издал где? В Оксфордском университете. Чтобы издать в Оксфордском университете какой-то труд, он должен возвращающего качество. Вот один из таких людей именно был как раз он. Он... Я здесь прочту, если вас не томляю, интересный момент, почему я о нем пришел. Вот он еще и издал книгу «Ренессанс оф ислам». Оттуда я вот перевел... Послушайте, это интересно. Это интересно. Я впервые встречаю такие, так сказать, высказывания. Вообще, это ученого. Ислам является воплощением истины. Нет ни одного фундаментального явления, которое не упоминалось в священном проанде. Но это... Многие говорят об этом. Дело не должно в этом. Он признает всех пророков и их изречения. Всех пророков имеется в виду у всех религий. Еврей, принявший ислам, не должен отрекаться от Моисея и других пророков иудаизма и их учений. Христианин, принявший ислам, не должен отвергать Иисуса и Библию. Он должен верить его учениям. Привержинец зороастризма не должен отречься от Циндавеста и своего учениям. Сторонник индуизма не должен отказаться от учений Вет и Бога Рамы и Кришны. И он может оставаться привержинцем этих учений, принимая принципы ислама. Буддист не должен отречься от учений Сакья Муни Гаутама и Лорда Будды, достигшего высочайших вершин просветления. То же самое относится к сторонникам консульцианства и сикхизма. Не нужно отвергать положение этих учений, чтобы стать мусульманином. Это найдите подобное, так сказать, изречение у кого-нибудь, у богословов мусульман или у других представителей религии. Вот отношение. Речь идет о взаимном отношении с цивилизацией. О взаимопонимании между цивилизациями. Вот такой был Зафруллахан. Что касается третьего человека здесь, упоминали мы. Это Мирзаму Зафарахман. Он был во времена, когда был президентом Пакистана, маршал Айфанш. Он был министром экономических дел, министром финансов. И при нем как раз Пакистан развивался темпами 6-7% ежегодно рост экономического роста. И уехал. Вернее, как получилось? Когда он поднимался в заседание, по-моему, по эскалатору, заседание Совета министров Пакистана, террорист напал с ножом в грудь. Кровотощущий, здоровый Мирза Мазафар Ахмад взял, схватил ее за две руки и сдал полицию. И потом полечился месяц и уехал в США. Уехал в США, его сразу заметили. Выздоровел его приносили в Международный банк. Он был исполнительным директором Международного банка. Исполнительным директором Международного валютного фонда. Никто из мусульман до сих пор такие важнейшие должности Международных экономических финансовых организаций не занимал. Вот какие люди, о которых я пишу здесь. Все. Если будет желание, прочтите, я вам подарю. Сэр Анатолий Михайлович, профессор, дорогой мой, мы с вами уже не первый раз здесь встречаемся. Мы провели 80-летие, посвященное 80-летию Абдусалама, провели конференцию здесь, научную конференцию, куда я пригласил тогдашнего посла Кази. Он пришел и выступил здесь как раз. И были другие пакистанцы тоже. И потом мы провели презентацию моих книг тоже с Анатолием Михайловичем. Я благодарен Анатолию Михайловичу, мы дружим. И он постоянно меня приглашает. И вот сейчас вот последнюю книгу я раздам. А что касается этих других книг, я их отдам через Анатолию Михайловичу библиотеку Института Востоковения. Там их можно будет прочитать. А эту «Триаду мирового океана» вам не нужно, я ее забираю. Ладно, Анатолий Михайлович, все то, что я хочу сказать. Дорогие друзья, в честь и хвала Иллдозу Нуреевичу, что он издал первую в нашей стране книгу об Абдуст-Саламе. Ведь Абдуст-Салам – это единственный в мусульманском мире ученый, лауреат, но для штукемии. Единственный. Поэтому даже удивительно, что до сих пор никто и не занимался. И вот именно Иллдоз Нуреевич взял на себя эту благородную миссию. Абдуст-Салам. Судьба этого человека принадлежит к числу тех, которые не могут не удивлять. Абдуст-Салам родился 29 января 1926 года в пенжабской деревне Сахивал, недалеко от городка Джанг, который теперь входит в состав провинции Пенжаб, Пакистана. Его детство прошло в многодетной крестьянской семье. Когда он был еще маленьким мальчиком, его родителям стало ясно, что их сын – вундеркинд. Дело в том, что когда мать читала своим детям молитвы, она была поражена, убедившись в том, что Абдуст-Салам после первого прослушивания повторял наизусть целые главы из Корана. То есть феноменальную память имел с детства. Поняв, что их сын обладает совершенно исключительными феноменальными способностями, родители Абдуст-Салама помогли ему получить хорошее образование. В 46-м году он с отличием окончил Пенжабский университет в Лахоре, где он углубленно изучал физику и математику. Успехи в учебе дали ему возможность получить стипендию, чтобы продолжить образование в Англии, в Кембриджском университете, где он получил степень магистра с наивысшими оценками по физике и математике. В 50-м-52-м годах Абдуст-Салам занимался весьма результативными исследованиями в области квантовой физики в знаменитой Кавендинской лаборатории, откуда вышли выдающиеся физики Эрнест Резерфорд, датчанин Нильц Бор, русский физик Фетр Капица, в одном ряду с этими великими именами оказалось вписано и имя пакистанца Абдуст-Салама. В 52-м году он густяще защитил докторскую диссертацию по квантовой электродинамике, еще до защиты отмеченной премией Смита. После короткого пребывания на родине Абдуст-Салам в 54-м году вернулся в Кембриджский университет, где начал читать курс лекций по математике. В течение 35 лет он был профессором Лондонского университета, читая лекции по теоретической физике. Но, пожалуй, лучшим лавром в лавровом венке славы профессора Абдуст-Салама было создание в 64-м году в Триесте, Италии, Международного центра по теоретической физике, бессменным руководителем которого он был в течение 30 лет, и который теперь носит его имя. Абдуст-Салам привлек к работе этого центра самых выдающихся ученых того времени. Так, первым председателем ученого совета центра был директор знаменитого Манхэттенского проекта Роберт Оппенгейнер, один из создателей атомной бомбы. Через учебные научные залы этого научного центра, имена, носящего имя Абдуст-Салама, прошли свыше 70 тысяч молодых ученых из 80 стран мира, главным образом и разбивающихся стран. Благодаря титаническим усилиям профессора Абдуст-Салама центр Триесте стал настоящей кузницей кадров ученых-физиков. Апогеем научных успехов Абдуст-Салама, тримуфально увенчавшим его блестящее научное исследование, стало присуждением ему в 79-м году Нобелевской премии, которую он получил из рук короля Швеции Густава Карла XVI. Я не раз задумывался о титанах науки Ньютоне, Дарвине, Карле Диннея, Эйнштейне. И в этот же ряд можно поставить и Абдуст-Салама. Как удалось этим людям, стартовые условия которых были хуже, чем у большинства других людей, подняться на олимп науки и стать похожими на титан.